Всем привет! С вами Таня Генерал и это канал Субъективно об Америке. В сегодняшнем видео предлагаю вам предаться размышлениям на тему, какие женщины нравятся мужчинам и что должна сделать женщина, чтобы мужчине понравиться и что должен делать мужчина, чтобы эту женщину удержать. Как вы понимаете, тема навеяна комментариями, обсуждениями, разгоревшимися вокруг моего предыдущего видео, где я сообщила, что собираюсь продолжить сериал на свидание с американцем, что поиск спутника жизни вышел на новый виток, по крайней мере в моей жизни. Я получила довольно интересную обратную связь. Многие люди очень любят давать советы, даже когда их об этом не просят. Я подумала, ну зачем я буду с вами спорить в комментариях, зачем я вам буду напоминать, что там я вашего совета тут не спрашивала, вот именно об этом, как мне себя вести, что делать, как одеваться, что поменять. Лучше я дам вам такую возможность. Итак, сегодня я очень коротко расскажу, что я думаю, что женщина должна делать, как она должна выглядеть для того, чтобы найти там того самого мужчину. А вас приглашаю в комментариях делиться любыми своими соображениями, что нужно делать мне, что нужно делать любой другой женщине, чтобы все произошло. И особенно приглашаю, конечно же, к диалогу мужчин, потому что мы, девочки, можем тут сколько угодно фантазировать на эту тему, что вам, дорогие мои, нравится, но мы в вашу голову залезть никогда не можем. Поэтому ваше мнение тоже приветствуется, очень приветствуется. И я буду очень благодарна, если мужчины тоже отзовутся. Итак, в первую очередь у меня есть большое подозрение, что мужчины, которые любят мягких кошечек, не такая уж большая, часто встречающаяся популяция. По крайней мере, среди населения бывшего СССР. Потому что, если вы помните, то согласно любой психологической теории, мужчина выбирает женщину, похожую по типажу на его мать. Мужчины моей возрастной категории, плюс-минус 10 лет, какую мать они видели? К спортсменку, комсомолку, отличницу, передовика производства, лошадку, тянущую хворостовоз, все вот это вместе. Соответственно, откуда у такого мужчины может быть образ милой, нежной, хрупкой принцессы, сидящей на стульчике, скрестив ножки и хлопающей глазками? Неоткуда, правда же? Поэтому я бы, конечно, не стала так огульно говорить, что надо быть мягче, нежнее, женственнее, хрупче и все вот это, для того, чтобы привлечь там какого-то того самого правильного мужчину. Но это мое личное мнение. Второй момент. Когда мне говорят, надо становиться женственнее, чтобы привлечь кого-то, когда мне говорят, надо делать так-то и так-то, чтобы привлечь кого-то, я сразу чувствую какой-то подвох. Потому что мне кажется, когда меняешь себя, чтобы привлечь кого-то, то ты и привлекаешь того, кто привлечется к тебе измененной. Но, как мы все знаем, люди не меняются. Можно стараться вести себя каким-то определенным образом до определенного периода времени. А потом снова станешь собой. И что станет с тем, кого ты привлек? Что станет с тем, кто притянулся на тебя, такую всю хрупкую принцессу, сложившую ручки? А ты вдруг раз и устал оказаться принцессой, и снова такая, вся такая генеральша. Он говорит, ой, не годится, бай. И что мы получаем? И мы получаем потраченное время, неоправданные ожидания, какие-то обиды. А оно нам надо? Нет, оно нам совсем не надо. Третий момент. По поводу инициативы. Как показывает практика, вовсе не обязательно. Все мужчины любят сами проявлять инициативу и догонять свою потенциальную добычу. Я подозреваю, что это тоже такой вредный миф. И я сейчас прошу мужчин развеять мои сомнения или подтвердить их. Действительно ли это так, что привлечь мужчину можно только сидя в окопе, и прикидываясь ветошью, и ожидая, когда же он придет, схватит, перекинет тебя через плечо и ускачет с тобой на своем коне. Мне почему-то кажется, что это не совсем правда. Ну и такая щекотливая тема. Внешний вид. А все вот эти рекомендации. Отрастите волосы, нарастите грудь, носите каблуки. Мне сдается, что это тоже своего рода стереотип. То, как мы выглядим, это отражение нашей внутренней сущности. Я в это верю, вот как в отче наш. Поэтому, если я поменяю все вот это, это буду уже не я, опять же. Это будет обманка. Помните, Настя, совсем недавно я делала с ней интервью про карьеру фотомодели, очень хорошо рассказала свой секрет, как она умудряется делать нам на телефон потрясающие фотографии для сайтов знакомств, которые нравятся нам самим и которые привлекают огромное количество посетителей в наш профайл. Она каким-то образом чувствует, кто мы, нашу сущность, и умудряется сделать эти фотографии именно, чтобы подчеркнуть наши особенности, которые мы сами в себе любим. Таким образом, если я люблю мои динамичные короткие стрижки, стильные, с вызовом, с какой-то чертовщинкой, то какой смысл мне отращивать длинные, красивые, волнистые локоны, которые будут превращать меня в того, кто я не являюсь. Если вы заметили, я все время говорю только о себе и о своем собственном мнении. Это вовсе не значит, что все должны так поступать, что все должны так стричься, что все должны так себя вести. И, конечно же, если у вас есть на эту тему какие-то свои соображения, может быть, вы считаете, что длинные волосы более привлекательные, что каблуки делают ногу длиннее или женщину сексуальнее, особенно если вы мужчина, если вы так считаете, то обязательно отметьтесь в комментариях, потому что каждое мнение считается. Как я поняла по комментариям к видео о начале проекта «На свидание с американцем», очень много девочек, которые смотрят мой канал, не объявляясь в комментариях. Но, тем не менее, они тоже получают там для себя информацию на своем непростом пути поиска спутника жизни. Поэтому не забывайте оставлять свои мнения в комментариях. А если у вас есть какие-нибудь ссылки на то, как женщина должна выглядеть, чтобы привлечь правильного мужчину, на то, что женщина должна делать, чтобы мужчина с ней остался и захотел на ней жениться, то, конечно же, я проконтролирую, чтобы ютубовские фильтры, эти ссылки и комментарии не заблокировали. Итак, приглашаю вас к дискуссии в комментариях. Должна ли женщина делать что-то особенное, чтобы привлечь мужчину? Или она должна жить своей собственной жизнью, вести себя, как обычно, просто быть живой, энергичной, полной жизнью и то самое, что я называю сейчас подключать поток? И тогда она непременно притянет все, что ей нужно. Ну и, конечно же, немаловажный момент, вызывающий так много споров. Идти или не идти на дейтинговые сайты? Я для себя пока еще не решила. Прямо вот сегодня я имею чувство, что дай-ка я немножечко, пока поживу своей собственной жизнью, потусуюсь без дейтинга. Но я не могу сказать стопроцентно уверенно, что завтра мое мнение не поменяется. Американская моя жизнь устроена таким образом, что если я специально не буду создавать поводов, то на моем пути, вот здесь вот в моем офисе, в коридоре, или когда я выхожу из машины и иду до магазина, или в продуктовом магазине, я не встречу никого. Никогда. Такая жизнь у нас здесь в Техасе, да, на улице не познакомишься. Особенно с человеком, который мне точно 100% подойдет. И что я так усиленно эту кружку в кадр вам демонстрирую? Это я хвастаюсь. Сегодня вечером, вернее, уже завтра утром, когда вы будете смотреть это видео, я буду в Форт Лодердейле и в Майами. Я еду на выходные немножко погреться, потому что у нас опять похолодало. Надеюсь, что это последний раз в этом году. И я решила махнуть, повидаться с друзьями, немножко отдохнуть, переключить мозги. Так что, когда вы будете смотреть это видео, я буду махать вам ручкой с белого песочка в каком-нибудь пляже в Форт Лодердейле или Майами. Я попробую сделать оттуда прямое включение, насколько это позволит мой провайдер, потому что они происходят с мобильной связью. И, как я видела, это из Сан-Франциско происходит все не идеально. Но посмотрим, как получится. А у меня на сегодня все. Приглашаю вас в дискуссии в комментариях. А обещаю никого не блокировать, никого не банить. Пожалуйста, будьте вежливы и аккуратны. Мы все живые люди, и мы не любим, когда нас тычут носом. Но мы охотно прислушиваемся к любым мнениям, которые начинаются со слов. А я думаю, что... Спасибо вам, что вы со мной. Не забудьте поставить лайк, поделиться моим видео. Конечно же, подпишитесь, если вы еще нет. И далеко не уходите. Впереди еще очень много интересного. Пока! Ого! Ой, да-да! А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Ахм!